Всем уже в этих колечках. Привет, друзья! Сейчас я нахожусь на территории заброшенных ферм. Это целый комплекс. Здесь заброшенные строения от телятника, коровника, свинарника, зерноперерабатывающих всяких штук. В общем, это целый комплекс, и буквально еще лет 15, наверное, здесь все это жилое развалилось буквально на моих глазах. Здесь еще помню в моем детстве батя начинал работать. Он работал сторожем, он работал здесь, кем только не работал. Вообще всю свою молодость в советское время батя угробил меня на этих фермах. Вот, и теперь что от них осталось, собственно, да ничего. Ух ты же, господи, в яму провалилось. Ничего, кроме вот таких вот сооружений, в свое время все это просто растащили уже. Давайте зайдем внутрь заброшенной фермы. Здесь еще в моем детстве были телята. Я помню, как все это происходило. Теперь же здесь вот такие опасные потолки. Это прям как-то произошло, буквально так раз, и шелчок прям быстро очень. То есть все стояло-стояло, все было, потом пауза. Говорили, что, возможно, там другой председатель колхоза появится, то, что ферму эту купят. Целый комплекс ферм, получается, и телятник, и коровник, и свинарник, и все прочее. Но вот и в году, блин, хоть бы не ошибиться, в году шестом, наверное, в пятом, тогда это все, да, в пятом году это все уже было на паузе, и потом после этого все. Так и ничего это не восстановилось. Все эти фермы, все эти вот сооружения кирпичные, да, там все это так и осталось в таком состоянии, хотя они были, они были в хорошем состоянии, они были классно построены, такие все прочные были действительно. То есть это сейчас все-таки стали забирать камни, себе на стройку тащили, забирали доски, забирали шифер, то есть все, что можно было, все отсюда забирали. Какие-то стекла, рамы, да, то есть какие-то плохие рамы оставили, а хорошие, которые именно застекленные. И так потихоньку, постепенно вся эта ферма стала растаскана. Вот рама. Да, и ну вообще ничего такого, что могло бы напоминать нам ферму, кроме вот самого сооружения и того, что папа именно выкапывает из земли, и что уже напоминает нам ферму. Я приложила к этому свою руку. Нужно починить, я сейчас реально могу упасть. Почти починила. Тут вот дверь. А, смотрите, это отдельно получается такие комнатки, где хранились лекарства там для коров, для скота, где была всякая зона отдыха там для персонала. Тут какая-то мусорка образовалась. О, это, видимо, плетеная, это была плетеная деревянная корзина. Так, смотри, тут мусор, мусор. Что там у нас еще тут? А, тут уже у нас выход. А вон батя с Леней копают. Да, шутковато тут. Такие ворота деревянные, да, смотрите. Такие мощные деревянные. А вот общий вид на ферму, именно на телятник. Он там уже вдалеке. Другие сооружения. Вон там был коров. Не знаю, сейчас увидим на камере или нет. Сейчас пойдем туда. А это что-то новенькое, потому что еще даже, наверное, месяца два назад вот это сооружение не разламывали. Вот это вот оно само уже по себе развалилось. Посмотрим, сейчас осталось что-нибудь внутри или нет. Не знаю, конечно, опасно. Ой, какой же ветер. Опасно, что может тебе что-нибудь на голову еще прилететь. А, тут, получается, даже крышу сняли. Офигеть. Пипец. Представляете, какая это была огромная ферма. Вот здесь была крыша над ней. И вот здесь находились животные. Это была все. Ферма огромная. Сейчас здесь нет крыши и просто какое-то пространство. Офигеть. Я не видела, что здесь крышу прям сняли. Даже в свои лет 15, я помню, вот тут еще лазили просто, там, я не знаю, делали какие-то такие сумасшедшие фотки, типа на заброшках. А теперь вообще все это поразвалилось. Так, ну вот, я не знаю, стоит ли идти. Это какой-то, что это, мох какой-то или вата какая-то. Не могу понять. Ну, в общем, туда, туда дальше идти нет смысла, потому что здесь все вот так вот в шифере и в обломках. окей, мы забрались на окно. Так, надеюсь, там ничего нет, чтобы спрыгнуть. Да, прикиньте, вот свод крыши был, все это покрывало. Теперь вообще пустая территория. Ой-ой-ой. Опа. Это паркур-паркур. Если здесь у нас находились животные, то тут был уже отдыхающий персонал и всякие там столовые или хранилища лекарств. Опять-таки все это находилось там. Прямо тут сырые, они тоже уже лежат. Не знаю, сколько лет. Да, но они уже даже не пригодны, потому что они полностью отсырели. Шатаются. Воу. Ой-ой-ой. Сейчас я допендриваюсь, конечно. Ладно. Так, пойдем внутрь этой фермы. Блин, конечно, немножко стремновато заходить. Так, ты. Что-то там. Умрешь. Написано, ты умрешь. Это наши, небось, деревенские писали всякие. Ты. Это. Легко. Конечно, идешь и все это пугающе написано. А вдруг. Он венгады. Тут написано. Пизда. Так. А, там душевая была. Походу. Либо туалет, либо душевая там была. Ой, это какие-то краники, я тоже помню, все находили. Тут еще все это пооставалось. Что? А от чего это? Я не помню. От чего всякие эти штуки. Может, что знакомые, но не знаю. Может быть, от этой системы, наверное, какая-то. Да. Жутковато. Пойдем дальше. Не боясь всех этих надписей. Что-то деревянная, дверь заколоченная. Так. Ну, здесь пугающих надписей нет. Только ботинок. Видимо, ботинок тому, кому эта надпись была адресована. Так. Можно фонарик взять, наверное, еще. Я бы говорила, что эти здания еще лет 10 назад, когда все, 15 окей, когда вся эта фермерская деятельность остановилась. Эти здания можно было спасти и купить, но это все-таки осталось в таком виде. Берем укропу. А, сначала берем укропу, потом кошачью жопу. Вот. Да. И был такой мемчик, помню, в детстве. Так. Какие-то катакомбы. Да. Проводка еще осталась, кстати. Интересная она. Она уже отключена от всего, наверное. Не работает. Так что, нет. Нет. Нет момента бояться. О! Вот про эти штуки я говорила. Вот про эти порошочки. Даже порошочек остался. Да, тут много разных баночек, которые были как лекарства для скота, я так понимаю. Сейчас попробуем разбить эту баночку одну, может. Ага, их еще фиг разобьешь. Я не умею бить банки. Да, блин. Как ее разбить? О! Так, так, так. Что это у нас за порошок? Либо у меня заложен нос. А, пахнет. Я вспомнила этот запах. Капец. Да, я вспомнила этот запах. Я не знаю, то ли хлорки, то ли чего-то такого. Прям запах вообще. Окей, я надеюсь, я не слишком повредила этому убранству. Вот так вот, ребята, я нашла игрушки своего детства. Так, вот мы вошли. А, вот. Получается, я оттуда зашла, туда спрыгнула, джик, и перешла сюда. О, тут, естественно, не входить. Ладно, пойдем обратно, потому что мы там уже были и надписи не входить, мы не испугаемся. От этой фермы вообще что-то решили избавиться. А, тут обрушилась еще. Я, на самом деле, так еще любила тут гонять на велике в детстве. Почему здесь такая местность была, такая холмистая, прям, прикольная для велика. Вот сколько металла. А батя ищет металл. Это ж капец. Вон, всякие металлические прутья. Вон сколько металла. Бери да утаскивай, называется. Как их, да? Они же нереально тяжелые. Это то, что делала конструкцию на крышу фермы, то есть на что вот это все и на чем все это и держалось. Но кто-то, видимо, разламывает. Может быть, здесь будет все-таки строить что-нибудь новое? Может быть, моя родная деревушка живет и все будет классно? А, тут все-таки этот металл ровными рядами кто-то выстроил и, наверное, увезет. Окей. Может, мы с батей увезем первее его? Глянь, сколько металла. Что-то там дверь сама стучит так стрёмно. Нереально, я сейчас подходила, дверка стучала. Я подошла, она перестала стучать. Вы скажете, Марина, это просто ветер. Марина, это ветер. А я скажу, да, это ветер, но все равно стремно. Но эта конструкция очень шаткая, да? Такая вот чельский туалет. Я же говорю, тут куча лекарств. Тут в туалете просто куча лекарств. Это был даже не туалет. Это было сборище лекарств. Я понимаю, что стрёмно показывать, что в туалете, но, блин, там куча лекарств. А тут? Тут тоже. Ну, я отвечаю, сюда в туалет не ходили, сюда только выкидывали все. Видишь, ампулы? На них никто не ссал, отвечаю. Это чистейшие ампулы. А вдруг это? Во, это вакцины от коронавируса. Вот что вам кое. Сделаешь бы специфику? Ну и говном не пахнет. Это зачем? Интересно. Ну ты бомжара, Марин, конечно. Мне ничего не пахнет. Занимался. Сифон! Брата! Сифон! Что там? Вставали все. Смотри, там холодно, погода. Да. Тут холодно. Ям чуть ли не весь не мокрый. Да? Да. Ааа, вот это вот? А что тут думаешь? Вот тут стоят. Типа его так не выкопают. А почему он тебя не хочет дергать? Фига тут у тебя этих транспортеров. Ну, помните, я там водилька тебе достопадала, одну эту штуку нашла и все. Бегала с ней. Как мне потом батя рассказал, по этим штукам перекачивалось коровье говно. Да, пап, навоз по этим штукам шел? Да, да. Вот по этим штукам навоз перекачивался. Я не резко не знаю. Что-то там уже тоже смотришь сигаретой, видишь, в зубах. Нафига ты? Руками голыми вытащил. Сторожем. Придут сюда пьянки, блядь. А ты с торжем тут был, да, получается? Да, да. Прихожу, блядь. Корова дохлая она, удавилась, перевернулась, ебаный в рот. Капец. Ту, блядь. А тут же был телятник, да? Она через кормушку, блядь, удавилась. Офигеть. Сразу пошел дома, дома с нафиг побыл. Прихожу. У меня одна штырли корова, пиздец. Эту голову кидаюсь, вторая дохнет, третья. Они что-то обожрали где-то. Офигеть. Я ебаный в рот. Очень хорошо, что я пришел, а раньше начальство. Ну да. И ты их спас, получается? Да я не спас. Офигеть. Их порезали, я не помню. Ну, я не знаю. Овес какой. Попали. Ой, такая маленькая ящерица. Можно, да? Конечно, не возьми. Ой, ящерица сонная. Смотрите, какая. Она не кусает, пап? Нет, тебе сказать, не можно, а сам боюсь. Ааааа. Ааааа. Ха-хааа, как классно. Сейчас она как-нибудь в руках заползет. А летом фиг поймаешь их. Ну да, скорость пикает. Прям в яму залезать? Нету. А ты сам был тут? Нез bedeutet, что в яму полезать, значит я мы полезем. Что делать? Вот так вот сам отец в яму загоняет. Еще в одну яму батя залез рядом с фермой. О, опять эти тяжелые поюлки, да, папа, для коров. Ну-ка. О, нифига они тяжелые, да, вообще. Блин, ну я помню, из детства корова так носиком. Это прямо сюда, папа, самая корова носиком, да, трогала? Да. Она, получается, носиком трогает и отсюда прям вода льется, да? Ну все, хорошая корова. Пригнала и в него. Сюда вот корова тоже носиком нажимала прям, и оттуда сюда водится. Прям под коровий носик сюда прям бах. Я это прям еще видела вживую, как все это происходит. Вот, как папа говорит, три носа уже. А это, пап, для коров или для телят было? Очередная куча металла за нашими плечами, как говорит Леха Щербаков о заборах, как пройденными преградами. А значит, все мы правильно делаем. Честно говоря, когда я подарила бате этот металлоискатель, я не думала, что он будет так с азартом постоянно копать. Вот. Да и я сама ощутила тот самый азарт. Теперь, куда бы он ни шел, постоянно рыболовные снасти, охотничьи снасти и металлоискатель. Ребятки, если вы тоже хотите присоединиться к такому вот движу, к азартному, действительно, не знаю, я прям ощущаю азарт, то в магазине МД Регион есть крутые скидки, металлоискатели можно выбрать, действительно, там себе посмотреть и по цене, и по характеристикам там все. Все вы прям подберете так, как надо. У меня будет ссылочка под видео, обязательно тоже на нее нажмите. Вот. И перейдете на магазин МД Регион, где можете посмотреть крутые металлоискатели. Спешу напомнить вам о нашей скидке в 10% на приборы Майнлап и Квест до 31 декабря. Успей купить топовые приборы по хорошей цене. И вот таких ферм, как у нас и здесь во всей России, огромное количество. И везде они в таком заброшенном состоянии, где-то хуже, где-то лучше. Я уверена, что их также разбирают на шифер, кирпичи, металл, доски и так далее. Мне было интересно зайти, посмотреть, что здесь, как, потому что это даже связано с моим детством. Я приходила малая сюда. Ой, у меня как будто борода висит. Я приходила малая сюда. Лазила по всем этим фермам тоже, когда ждала папу. И вот в таком они виде сейчас находятся. В общем, ребятки, спасибо за просмотр, что были со мной. Пока-пока. До новых встреч, до новых поисков, приключений, интересных мест и покатушек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин